МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Айнур Жунусова. И в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И баннеры пестрят орфографическими ошибками. Специалисты управления по развитию языков провели очередной рейд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около ста школьников поселка Козыл-Жар вынуждены учиться в школе соседнего поселка. В зданиях родной школы вновь атаковала плесень. И это после многомиллионного капитального ремонта, который провели здесь летом прошлого года. Жители села Козыл-Жар вновь вынуждены отправлять своих детей в школу в соседнем поселке. И все потому, что стены местного учебного заведения вновь покрылись плесенью. Немного истории. Эта школа уже была под пристальным вниманием общественности. Во время сильных паводков 2015 года вода затопила многие дома и школу. Уже через два года деревянный пол практически сгнил. Проблему школы даже обсуждали на уровне парламента. Летом прошлого года здесь провели дорогой капитальный ремонт. Спустя несколько месяцев плесень появилась вновь. Опасный грибок разъедает новый пол почти во всех классах. Капитальный ремонт провели в прошлом году. Прошло четыре месяца после того, как закончили ремонт. И все началось заново. Полез опять грибок. Опять те же самые проблемы. Запах вы чувствуете, какой здесь невыносимый стоит. И здесь сидели наши дети. Мы не можем понять, куда ушли все средства, которые были выделены на ремонт. Потому что то, что сделано здесь, этих денег не стоит. Как нам сказали, выделялось 82 миллиона тенге на ремонт школы. Честно скажу, 2 миллиона здесь было затрачено. А куда 80 делим, нам неизвестно. Невыносимый запах и головные боли. Вот с чем столкнулись не только школьники, но и учителя. Сегодня педагоги отказываются работать в этом здании. Кроме того, они заявляют, что к этому делу должны подключиться правоохранительные органы. Вы не представляете, мы по 5-6 человек уходим только педагоги на больничные листы. А что происходит с детьми? У них какие-то симптомы проявляются. Мы все образованные люди, мы смотрим и читаем симптомы этого грибка. Они никак не распознаются. Но все внутренности наши, естественно, страдают. И все об этом знают, и никто ничего не предпринимает. Вот это страшно. Это ужасно. Мы все здесь невольные преступники того, что здесь происходит. Сегодня школьники учатся в селе Ростовка. Для этого организовали специальный транспорт. Представитель районного отдела образования отметил, что прошлым летом, когда принимали отремонтированное здание, претензий к строительной компании не было. Проблема выявилась уже при эксплуатации. Мы сразу написали претензийное письмо. Они отреагировали сразу. И кое-где вот эти полы поменяли. Но дальше в эксплуатации еще больше стало запаха. Больше невозможно было. Поэтому мы сейчас организовали подвоз в другую школу. И подрядчик силами этих же подрядчиков сейчас ведутся ремонтные работы. Заливается бетоном. Вот этот деревянный пол убирается и заливается бетоном. И у них есть на 7 лет гарантии. И они обещают это все сделать. Ну, подрядчик обещает неделю или 10 дней. Вот это все заливать. А потом будем сушить это все. Наверное, 2 недели, наверное, будет, скорее всего. Обещают сделать в ближайшее время. Однако у термина «ближайшее время» очень размытые границы. Это может быть и 2 недели, и 2 месяца. Так что эти автобусы для сельских школьников остаются единственными помощниками на тернистом пути к знаниям. Торжан Лян, Вандрии Тен, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В настоящее время на водоемах области наблюдается стабильный ледостав. Работа по подготовке к паводкам находится под постоянным контролем. Об этом сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям. 33 населенных пункта Карагандинской области находятся под особым контролем. Именно эти села наиболее подвержены риску подтопления во время паводка. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что всеми районами заготовлен необходимый запас инертных материалов и материально-технических средств. В связи с тем, что запасы влаги в снеге отмечены в верховьях Каркаралинского района, то есть в верховьях реки Нура, естественно, мы на контроль возьмем населенные пункты Каркаралинского района. Это Бесуаба, Анталла, которые идут вдоль, скажем так, русла. Далее идут населенные пункты Ушто, Ушищенкара, Сар-Тубе, Петровка на территории Бухаржавского района. В общем, все те населенные пункты, которые по руслу реки Нура проходят, по ним, по всем были проведены инженерные работы, обваловки, где-то полностью закольцовано были, как на примере населенных пунктов Чкалова, Садовая. Поэтому эти населенные пункты будут взяты на особый контроль. Сегодня ведется активная работа по уборке снега. Уже вывезено более 550 тысяч кубических метров. На автомобильных дорогах области проводится очистка водопропускных труб. Особое внимание уделено двум водохранилищам – Самаркандскому и Интумакскому. До начала паводка планируется довести их объем до минимального, чтобы принять как можно больше воды без увеличения сброса. В целом, по информации КАЗ Гидромета, ожидается, то есть осадков не ожидается, ну, осадки, скажем так, в пределах нормы, либо ниже нормы. Единственное, отмечается повышение на 1-2 градуса в третьей декаде февраля. Небольшое потепление, скажем так, повышение температуры. Кроме того, спасатели проводят профилактическую работу с населением. Говорят им о необходимости вывоза снега с придомовых участков, а также разъясняют правила поведения при паводках. Готовность всех сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций планируется проверить в ходе командно-штабных учений, которые запланированы на конец февраля. В Караганде прошел рейд по выявлению орфографических ошибок на рекламных счетах и баннерах. Специалисты Управления по развитию языков провели проверку на центральных улицах города. Всего они обошли около 20 объектов. Проверки показали, что надписи на многих рекламных счетах выполнены только на русском языке, а тексты на государственном пестрят ошибками. Грамматические и стилистические нормы языка не соблюдаются. Специалисты Управления по развитию языков и общественники города сделали замечание владельцам частных учреждений. Однако не все предприниматели спешат исправлять свои ошибки. С каждым днем все больше становится разных рекламных баннеров и тому подобное. Но ошибки все те же. Немало тех, кто халатно относится к надписям на государственном языке. Я, как общественник, если замечаю неправильное написание, то сразу же звоню в соответствующие органы. Рейдовые работы проходят в рамках месячника грамотности визуальной информации. С прошлого года акция проводится четыре раза в год. Управление по развитию языков не обладает правом принуждения. Однако заставить бизнесменов исправить ошибки можно через прокуратуру. В 2017 году мы данную акцию проводили два раза в год, а теперь четыре раза. Мы надеемся, что это повысит эффективность проводимых нами работ. За одно рейдовое мероприятие мы проверяем 20-30 объектов. На эти работы мы призываем специалистов в сфере языка, общественных деятелей и просто неравнодушных жителей. Напомним, за прошлый год в регионе выявлено более тысячи ошибок на баннерах и рекламных счетах. Из них 85% были исправлены. Мольдер Нурлан КЗ, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мобильный пункт трудоустройства начал работать в Караганде. Здесь можно получить направление на трудоустройство, профессиональное обучение, консультацию по получению микрокредитов для открытия или развития собственного дела. Евгений Боязбеков по специальности инженер-системотехник. Работу по специальности он ищет на протяжении года. Евгений использует любую возможность, чтобы узнать об имеющихся вакансиях. Вот и сюда он пришел сразу же, как только узнал, что здесь расположен мобильный пункт трудоустройства. Я узнал от знакомых, что у нас сейчас существует такой мобильный пункт, который ездит по различным районам нашего города и предлагает людям работу, вакансии различные, по трудоустройству. Вот хочу сейчас попробовать через него найти себе постоянную работу. Здесь можно получить направление на трудоустройство, профессиональное обучение, консультацию по получению микрокредитов для открытия или развития собственного дела. Здесь задача максимально охватить население нашего города, максимально охватить, в том числе и самозанятого населения. Допустим, у нас на сегодняшний день открыты по области 8 пунктов по трудоустройству именно на территориях рынков, где в основном у нас находится самозанятое население, которое во многом менее информировано о мерах государственной поддержки и в сфере занятости, в целом поддержки бизнеса. В Управлении координации занятости и социальных программ уверены, что мобильные пункты принесут ощутимую пользу. Кроме того, с начала года в Караганде работает 4 пункта на территории рынков и на железнодорожном вокзале. С момента открытия в эти пункты уже обратилось более 1000 человек. 180 человек записались на краткосрочные курсы. Более 700 получили консультации по активным мерам занятости, которые оказывает государство. Андрей Тензо, Суламы Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Все участники афганской войны будут награждены юбилейными медалями в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Первые награждения уже состоялись. Во Дворце культуры горняков военные, полицейские и городские власти провели торжественное мероприятие. На сцене первые 20 человек, награжденные юбилейной медалью. Все они участники афганской войны. 15 февраля исполняется ровно 30 лет с того дня, как последний советский солдат покинул территорию Афганистана. В зрительном зале воины-интернационалисты, матери, чьи сыновья погибли в далекой стране, а также школьники-кадеты и студенты. Организаторы заявляют, что у этого мероприятия две цели – почтить память погибших и воздать дань уважения живущим. Наш глава государства, верховный главнокомандующий, президент страны, в своем послании отметил этот год, объявил годом молодежи. И думаю, что в этом зале молодежи – это будет хороший пример военно-патриотического воспитания. Я думаю, что если потребуется, наша молодежь встанет на защиту нашей Родины. Сегодня в областном центре проживает 706 участников Афганской войны. По всей Карагандинской области воинов-интернационалистов насчитывается более полутора тысяч. Каждый из них будет награжден юбилейной медалью. Произвалось более 2000 человек в Афганистан, Карагандинской области. 86 человек погибло. В честь них, как говорится, на сегодняшний день открыт памятник на Юго-Востоке, мемориал афганцев в 1990 году. Но в целом награждены 1544 человека в юбилейной медалью 37-го года войска. Благодаря, как говорится, руководству, благодаря властям, Министерству обороны, нашему председателю ассоциации, как говорится, Союзу ветеранов Афганистана Бахатбек-Смогул. Так же самое, полностью со всех сторон идет взаимодействие и взаимопонимание, сотрудничество со всеми организациями ведомства. В ходе мероприятия почетные грамоты афганцам вручила заместитель Акима Караганды Ирина Любарская. Среди ветеранов органов внутренних дел областного департамента полиции 53 являются ветеранами афганской войны. Стражи порядка также приняли активное участие в торжественном мероприятии. Здесь находятся матери погибших, мы чтем их на память, находятся наши ветераны, которые участвовали в этой войне, в нелегкой войне. И я думаю, что для каждого этот концерт очень важен, чтобы он знал, что он не забыт, что он значимый. Ежегодно 15 февраля карагандинские воины-интернационалисты собираются у мемориала «Вечный огонь». Именно здесь по традиции проходят памятные мероприятия. Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Отправиться на работу прямиком со школьной скамьи. На отчаянные попытки детей прокормить свою семью отреагировали местные органы власти Октябрьского района. Теперь родителям грозит разбирательство с возможным лишением родительских прав. В Караганде проходит профилактическое мероприятие подросток. Это семья Тужиковых. Дом, в котором они живут, находится в аварийном состоянии. Голые обветшалые стены, разваливающийся потолок. Кажется, что дом просто трещит по швам. Обеспечивают семьей из пяти человек три сына, один из которых только недавно окончил школу. Я ничего здесь сделать не могу. На работу устроиться я тоже не могу, потому что нет удостоверения. Удостоверение мне надо по утере сделать. А сделать удостоверение мне нужна прописка. А прописку мне никто не может сделать. Почему? Не могут мне сделать прописку. Ранее семья уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В суд был направлен материал для решения вопроса о лишении родительских прав. С начала этого года на учете полиции Октябрьского района состоит 100 неблагополучных семей. Родители мы привлекаем к административной ответственности для соблюдения порядка. Далее мы собираем материалы, которые затем отправляем на рассмотрение в приемную комиссию Акимата. Здесь уже решается вопрос о лишении родительских прав. В рамках профилактического мероприятия также были проведены лекции в школах. Стражи порядка уверены, что подобные акции помогут снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, оказать помощь детям, оказавшимся в трудной ситуации, а также повысить уровень знаний о правах и обязанностях детей и их родителей. Яна Капонова, Аман Кажанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сборная Казахстана под дзюдо вошла в десятку медального зачета международного турнира в Париже. Карагандинский спортсмен Ислам Бозбаев стал серебряным призером. О трудностях на пути к пьедесталу он рассказал на пресс-конференции. Ислам Бозбаев с гордостью носит серебряную медаль. В Париже прошел турнир «Большой шлем» под дзюдо. Это значимое событие для спортсменов всего мира. Занять одно из призовых мест Исламу Бозбаеву было трудно. До победы ему помешал добраться соперник из Южной Кореи. Боевой дух не заставит себя долго ждать, уверен спортсмен. Ислам Бозбаев с уверенностью смотрит в будущее и верит, что впереди его ждет еще немало побед. Основная цель – это Олимпийские игры. Будем стараться завоевать лицензию и достойно выставить на этих соревнованиях. Это наша основная цель. Прошедшие соревнования объединили более 600 спортсменов из 98 стран. Казахстан представили 15 дзюдоистов. По словам Ислама Бозбаева, он будет стараться поднимать свои рейтинги и завоевывать больше призовых мест, чтобы достигнуть желаемой цели – участие в Олимпийских играх. Яна Гапонова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь на нашем канале, и вы будете в курсе всех новостей. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова